С колючей проволокой на колючую проволоку, как рок опрокинул стену, Елайн Спастин, Дания Паулю Арсен, Елайн Спастин, Дания 13 октября 2019 года Вдохновляемая Западом рок-музыка сыграла ключевую роль, когда стены Восточной Европы начали рушиться под давлением бунтарской молодежи в 1960-х годах и позже, рассказывает высокопоставленный венгерский дипломат Андраш Симони, Андрас Симоны, говорящий по-датски Копенгоген, Альма Лавинг Впервые услышав Альма Лавинг, Андраш Симони понял, что ничто уже не будет прежним Сингл Тебятлис весело вращался на проигрывателе со скоростью 45 оборотов в минуту во время собрания в спортивном зале Бернадоттской школы в Хеллиерупе В тот день в 1963 году из стереодинамиков на 11-летнего сына известного венгерского дипломата лилась музыка свободы, радости жизни и новых горизонтов, и для него это стало переломным моментом всей жизни Это была музыка моего поколения Это была моя музыка Это был я сам Двумя годами ранее семья Андраша Симони приехала в Данию со своей тогда коммунистической родиной и начала знакомиться с обществом, где были разрешены открытые дебаты, политическая конкуренция и критика существующей системы Через много лет после первой встречи с рок-музыкой и датской демократией он он рассказал свою историю в книге «Воспоминания времени», отмеченном значительными музыкальными изменениями и почти такими же значительными политическими ожиданиями Англоязычная книга «Рок», ведущая к свободному миру, «Рочкинг Тауарта Фриуарлд», повествует о жизни молодого Андраша в 1960-х и 1970-х годах на стыке рока и политических реалий, изменения которых восточные европейцы ждали яж до конца 1980-х Книга недавно вышла в США, и у нее есть подзаголовок «Когда страта костер победил Калашников» Имеет все виды гитара, которую молодой Андраш купил в 1965 году в Копенгогене за 600 или 700 крон, и автомат советского производства, державший в страхе его соотечественников Увлечение роком и соответствующим образом жизни, который представлял собой полную противоположность казарменному социализму Центральной и Восточной Европы Андраш Симони разделял с несколькими поколениями молодежи за железным занавесом Берлин, Дуась Деньфорд, Фильм Вергейсен, Вальтер Ульбрихт, Уалтер Ульбричт, однако, вовсе не был так впечатлен ты Бетлис, как Андраш Симони Товарищи, неужели мы действительно должны копировать всю эту чушь, что приходит с Запада, со всеми этими монотонными е-е-е Этот риторический вопрос сталинистский лидер ГДР задал, когда бетломания достигла своего пика Ответом, конечно, было громогласное нет, и десятилетиями власти ГДР под предводительством вездесущей службы безопасности штази делали все возможное, чтобы помешать музыкантам и рок-фанатам, которые тайно настраивали свои радиоприемники на волны западных станций Как минимум одна доморощенная рок-звезда там все-таки появилась Но этот дикий цветок не мог долго расти в негостеприимной почве Германской Демократической Республики Нина Хаген, Нина Аген, была поочерица известного диссидента и барда Вольфа Бирмана, у Ольф Бирман Ее карьера началась в восточно-германской поп-музыке, где она стала довольно известным автором песен Она была лидером группы «Аутомобил», которая прославилась хитом о молодой паре, отправляющейся в отпуск на Хиддензее, остров в Балтийском море, популярной среди восточно-германской богемы К сожалению, дальше выяснилось, что парень забыл цветную пленку, на которой они собирались увековечить свое путешествие Сама по себе эта песня вроде бы совершенно невинна, но за железным занавесом публика мастерские умело читают между строк Если посмотреть на текст под нужным углом, можно обнаружить, что он повествует о дефиците товаров Если вы забыли пленку дома, вряд ли вам удастся купить ее где-то по пути, а в общем смысле, о систематических неудачах и печалях в мире воплощенного социализма Тогда в ГДР все знали Нину Хаген «Ваши бабушки, отцы, 40% восточных немцев, должно быть, до сих пор напевают первый ее хит», — писала газета DZ в середине 2000-х, но это не помогло В серой однообразной ГДР не было места Вольфу Берману, которого в 1976 году не пустили обратно после выступления в ФРГ Точно так же произошло и с Ниной Хаген, которая вскоре последовала за ним и по другую сторону стены позабыла о прежнем вокале Перестала расчесывать волосы и в западном Берлине превратилась в королеву панка Будапешт, Перл Синериар после возвращения семьи домой в 1967 году Андраш Симони присоединился к небольшому музыкальному кругу в венгерской столице Именно благодаря року я выжил, когда вернулся в Венгрию «Это была моя связь с Западом», — рассказывает он Он познакомился с рок-музыкантом Габором Прессером, Габор Прессер, лидером групп Омега и Лача Мотив ГТ Симони называет его своего рода венгерским Кимом Ларсеном Величайший хит Омега, мечтательная баллада «Жемчуг в ее волосах», прогремел на весь мир Позднее его спела немецкая группа «Черпионс», а еще гораздо позднее переработала рэпер Каня Уэст, Каня Уэст Но 15-летнему Андрашу Симони было непросто приспособиться к венгерским реалиям Здесь западные рок-записи продавались на черном рынке по ростовщическим ценам А музыканты и их поклонники постоянно играли в особую теневую игру с властями Габор Прессер для молодого человека стал отличным гидом по этому миру Один товарищ из министерства сказал мне, что может отозвать мою лицензию на выступление Примечание редакторов, так что мне нужно поостеречься Но затем он попросил две членские карточки клуба Омега для своих племянников Вот они какие, рассказал музыкант Андрашу Прага, а у Альконту и Уилтсиде в 500 километрах к северо-западу В музыке и политике тоже происходили пертурбации Группа «Ты пластич пиопли» в Туниверсе мало кому известна Ведь чешский андеграунд, питавший тягу к американской альтернативе Вроде «Товельвет ундерграунд» и «Франка Заппы» Франк Заппа, не оставил особых следов в истории мировой музыки Зато пластиковые люди большими буквами вписали себя в недавнюю политическую историю Европы В горькие годы после подавления Советским Союзом восстания в Чехословакии в 1968 году Молодые чехи преобразовали свой гнев в искусство, и не в последнюю очередь в музыку Коммунистическая партия не терпела пластич пиопли их волосатых поклонников Но группа продолжала выступать на популярных частных мероприятиях Но когда они стали слишком уж мазолить глаза властям, предпочитавшим «Лебединое озеро» Большинство музыкантов в сентябре 1976 года посадили в тюрьму после показательного суда Группу обвинили в употреблении вульгарных выражений на сцене и подстрекательстве молодежи к антисоциальному поведению Этого было достаточно, чтобы отправить лидеров группы в тюрьму на 12-18 месяцев Но мученичество музыкантов стало прямым источником вдохновения для тех, кто создал один из важнейших документов борьбы за демократию в Центральной и Восточной Европе Годом позже горстка интеллектуалов, в том числе ставшие позднее президентом Вацлав Гавел, Вачлав Авел Создали программный протестный документ «Хартия-77», содержавший призыв к демократии и плюрализму Подписавшие его не имели особенного влияния по сравнению с огромным партийным и государственным аппаратом Но перо сильнее меча Бархатная революция 1989 года в большом долгу перед антиграундом 1970-х Гавел не забыл своей любви к американскому уроку Когда в 1989 году стал президентом сначала Чехословакии, а затем Чехии И лидер Тавильвет Умдерграунд Лауреет, который особенно прославился композицией Ауальконту Илтсиди И Фрэнк Заппу прибыли в Прагу в качестве почетных гостей через год после революции Ленинград, мы ждем перемен В конце концов изменения достигли самого сердца Советской империи Оттепель в советской культурной жизни вызвала политика генерального секретаря Михаила Горбачева Который в 1986 году провозгласил гласность Но Сунтрек к тем временам написал 24-летний музыкант из Ленинграда Виктор Цо и его песня «Хочу перемен» стали символом нового нетерпеливого поколения Которое впервые поставило под сомнение многие откровенные ошибки и недостатки советской системы И, в конечном итоге, само существование коммунистического государства Перемен Требуют наши сердца Перемен Требуют наши глаза В нашем смехе И в наших слезах И в пульсации вен Перемен Мы ждем перемен Пилцой, лидер группы кино Вскоре по стране прокатилась лавина перемен Не только культурных Но и политических И экономических В конце 1991 года все это вылилось в безвозвратный распад Советского Союза Но сам Цо этого не увидел В те годы кино слушали по всему Советскому Союзу Побывала группа и в Копенгогене А в 1990 году Цой погиб в автомобильной катастрофе в Латвии Которая тогда еще была Советской Республикой Ему было 28 лет В Москве его помнят и по сей день Фанаты встречаются у покрытой граффити стены Виктора Цоя на пешеходной улице Арбата И его ставшая классикой песни Его гимн на переменах не потерял своей актуальности На ютубе запись просмотрели более 31 миллиона раз И под ней можно найти множество совершенно современных комментариев от демократических активистов России Которые снова ищут силы в музыке, чтобы бороться с властями Россия ждет перемен, пишет один из них Вашингтон, Робалдерстради Редко когда посол представляет автобиографию с электрогитарой в руках в музыкальном магазине на собственной шумной улице Вашингтона, 18-й улице Робалдерстради, так назывался альбом датской группы Гасалинки и Маларсена Примечание Перев Но Андраша Симони тоже нелегко поставить в один ряд с кем-нибудь еще После краха коммунизма он стал первым послом Венгрии в НАТО и с тех пор много лет представляет родную страну в американской столице Вашингтоне, где живет и сейчас Он рассказывает, как политика и музыка звучали в унисон В Восточной Европе рок никогда не был просто развлечением Это всегда был некий бренд, который показывал, на чьей ты стороне, рассказывает он на беглом и богатом датском Не все, кто слушал рок, критиковали систему Но все, кто критиковал систему, так или иначе были вовлечены в эту музыку А сам Андраш Симони продолжает увлекаться роком и играет на гитаре в группе Челетионов Туилинг вместе с американскими дипломатами Конечно, в его домах в Вашингтоне и Будапеште звучит американский рок Например, Алман Братерс и Рамонис, но включают здесь и датскую музыку Например, первый альбом Гасалин, который напоминает Андрашу Симони о начале 1970-х с их большими надеждами Я его слушал раз 500 как минимум, говорит он Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Материалы на СМИ Материалы на СМИ